МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Культура время новостей. Я Егор Москвин. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Театральные представления, выступления, спортивные состязания и другие мероприятия. Запреты и закрытие. Распространение коронавируса меняет социальную, экономическую и культурную жизнь. Они обладали очень тонким чувством цвета, очень тонким чувством линии. Резцом и тушью. Выставка произведений арктического искусства в Музее Востока. Очень здорово, что работы учитывают медиафасад весь. Пиксельфест. В Екатеринбурге проходит фестиваль цифрового искусства. Коронавирус охватил уже 119 стран и территории. Это влияет на социальную, экономическую, культурную жизнь. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил до 10 апреля. Мероприятие с числом участников более 5000 человек. В нескольких европейских странах введен карантин. Самые жесткие меры приняты в Италии. Не работают учебные заведения, театры, музеи. В Ватикане Папа Франциск прекратил публичные выступления и провел мессу в формате онлайн. В Германии отказались от представлений на всех государственных площадках. В качестве меры предосторожности немецкий парламент закрыл купол Бундестага для туристов. Отменены спектакли в Баварской опере, а также в Австрии, Венской. Чешская республика объявила о запрете всех публичных мероприятий. Учитывая развитие эпидемии коронавируса в Европе, министр здравоохранения принял решение о дальнейших чрезвычайных мерах. Театральные представления, выступления, спортивные состязания и другие мероприятия, выставки, фестивали и ярмарки, как государственные, так и частные, с посещаемостью более 100 человек одновременно запрещены. Европейский Союз разрабатывает стратегию борьбы с коронавирусом. В Рюссель прошел брифинг, который провели председатели Европейского совета Шарль Мишель и председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявили, что Европа будет действовать очень решительно и коллективно. Министры внутренних дел стран Евросоюза будут ежедневно координировать свои действия и сообщать о результатах. Мы должны работать вместе и действовать быстро. Необходимо координировать наши действия с Европейской комиссией, министрами здравоохранения и министрами внутренних дел стран Европы. Ежедневно проводить консультации, чтобы обеспечить единое руководство. В настоящее время комиссия оценивает, какие средства защиты и профилактики имеются, возможности их производства и распространения. Это имеет решающее значение для всего сектора здравоохранения в Европе. Помощник президента России Владимир Мединский посетил киностудию «Ленфильм», где встретился с режиссерами, сценаристами и историками. Основная тема беседы — историческое кино. Создание зрелищных и правдивых картин требует господдержки. Для этого деятели культуры предложили ввести в Петербурге систему, при которой региональные власти возвращают организаторам съемок часть затраченных средств. А также создать специальную комиссию, чтобы упростить процесс согласования съемок на исторических объектах города. Мы договорились о том, что «Ленфильм» будет консолидатором киноотрасли. И с большим энтузиазмом эта тема, поддержанная всеми кинематографистами Петербурга. Поскольку нужна точка опоры, нужен тот островок в современном языке в мире, в котором могли бы опереться наши. У нас много талантливых режиссеров. У нас вообще деятелей кино, умеющих делать кино. В Питере много. А вот индустрии, как таковое кино, ее мало. И задача заключается в том, что эту индустрию, по сути, воссоздать. «Феноменали» – так назвали выставку, посвященную столетию со дня рождения итальянского сценариста, режиссера, поэта Танино Гуэры. Она открылась во Владимира Суздальском музее-заповеднике, с которым художника связывали долгие годы дружбы. Экспозицию осмотрела Мария Платонюк. В каждом уходе скрыто возвращение. В век гениального Танино повод об этом напомнить. Его печатная машинка, коллекция мелков, работы, книги, фотографии. Танино Гуэра принадлежал миру, но очень любил Россию. Искренне и взаимно. «Феноменали» именно это слово великий итальянец повторял чаще всего. И во многом название выставки символично. Она – отражение всей мощи таланта Гуэра и его любви к искусству. Как говорил сам маэстро, именно культура – наша нефть. По сценариям Гуэры снято больше сотни картин. А сам Гуэра главным фильмом своей жизни считал Амаркорт. Сегодня его скульптуры «Русский Амаркорт» – часть новой выставки. Ее основе – десятки произведений «Человека эпохи Возрождения» из коллекции музея. Их автор передал в дар 2002-м. Спустя годы многие раритеты музею подарила русская муза Гуэры – супруга Лора Яблочкина. Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова лично побывала в обители Гуэры – итальянском Пеннабиле. А с маэстро она познакомилась 20 лет назад на корабле, который плыл на ВЛА. Это был человек, который умел абсолютно всё. Поэтому, когда мы говорим «Танина Гуэра», то трудно сделать преамбулу. Писатель, поэт, художник, сценарист, керамист. Уникальные кадры. Гуэра вместе с Лорой неоднократно бывал на Владимирской земле. Он приезжал на открытие выставки «Сплетение судеб», посвящённой итальянским военнопленным в Суздальском Спасо-Ефимео-монастыре. В Суздале Чита отмечала жемчужную свадьбу. Маэстро неоднократно был гостем палаты. Вся жизнь «Танина» – это, в общем-то, яркие вспышки. И даже карнавал об этом упоминается в разных интервью, и в воспоминаниях самого Танина, и Лоры. И не случайно мы стоим на фоне линии жизни, она такого яркого красного цвета. В сказке и притче, философские изречения, пастели – всё вместе штрихи к портрету человека, который не ушёл, а просто стал частью света. Как писал Гуэра, «Мне хорошо, на закате, при последних лучах уходящего солнца». Мария Платоненко, Александр Чунаев, Владимир. Калмыкия отмечает 100-летие автономии. Торжества проходят в самой республике и в Москве. Москвичей знакомят с культурой и традициями региона. С праздником гостей поздравил глава республики Калмытия Бату Хасиков. Дорогие гости, дорогие участники, Кюнтарю Мюнг, сегодня здесь, в Перемьёском дворце, мы начинаем праздновать 100-летие образования автономии Калмыкии. И этим, и многим другим мы обязаны нашим предкам и нашим ветеранам. Те, кто преданно отдавался делу становления и укрепления республики Калмыкия. Центральным событием стал концерт в Кремле. Он начался с театрализованного пролога. Зрители увидели историю калмыцкого народа. Установление советской власти в марте 1920 года. Великая Отечественная война, в которой участвовали тысячи калмыков. Послевоенное возрождение республики. В концерте приняли участие лучшие песенные и танцевальные коллективы региона. В музее Востока открылась выставка о Чукотке резцом и тушью. Живописные работы и изделия костерезного промысла привезли в Москву из Анадыря. О самобытном языке арктического искусства Елена Аганасьяна. Уиленская костерезная мастерская появилась на Чукотке в 1931 году. До этого гравировкой по моржовому клыку занимались только мужчины. И вот к работе допустили местных женщин, которые стали создавать самые изящные работы. Уиленские женщины, взявшие в руки инструменты гравюров, были искусственными вышивальщицами. Они обладали очень тонким чувством цвета, очень тонким чувством линии. И вот эти свои способности они принесли в гравировку на моржовых руках. А что касается резьбы по кусте, то этим по-прежнему занимаются исключительно мужчины, поскольку труд требует определенных физических усилий. Эта работа современного резчика Максима Эргира рассказывает о традиционном промысле народа в Чукотке — отлове оленей. Подставка композиции сделана из скелетного ребра кита, а фигурки — из моржового клыка. Главная сложность для резчика — работа с капризным материалом. Несмотря на прочность, он может в любой момент дать трещину, и работу придется начинать заново. Кастерезное искусство изначально разделилось на два крупных направления. Это мелкая пластика, изготовление скульптур и скульптурных композиций. Занимаются этим резчики. Они режут клык моржа, это зуб его. А другое направление — это гравировка. С помощью специальных приспособлений коготка процарапывается рисунок, и потом заполняются эти царапины органическим красителем. Эти гравюры на клыке моржа — словарь чукотского языка в картинках. Для многих гостей стало открытием, что имя «Умка» из знаменитого мультфильма в переводе с чукотского означает «белый медведь». Эти хрупкие работы в Москву привезли впервые из самого крупного музейного центра чукотки, соблюдая все меры безопасности. На первый взгляд кость кажется прочным материалом, но это далеко не так, поскольку кость очень боится перепадов температуры и влажности. И поэтому необходимо было как следует упаковать и аккуратно перевести. Парусник из моржового клыка и китового уса называют ювелирной работой Гемауги — одного из самых известных мастеров у Еленской кисторезной мастерской. На выставке можно увидеть его сложную резную фигуру шхуна, которую отреставрировала Ирина Левашова, и написанный ею портрет Гемауги. «Пришла такая идея, что соединить мою реставрационную работу и творчество, потому что я занимаюсь японской живописью Суйбы Кугам. На свитке изображен Гемауги со своей шхуной, известной, выполненной, естественно, его уже давно нету с нами. И по известным фотографиям я написала портрет». Каждая работа на выставке — это синтез истории и современности. Здесь можно увидеть, как резчики, начиная с середины прошлого века, работали с древними техниками и узорами. Похожие прерывистые линии и круги наносили на оружие в первом веке нашей эры. А теперь они украшают фигурку рыбака, сделанную в 2008 году в форме наконечника копья. Елена Аганисян, Алексей Акимов, Новости культуры. Впервые в Екатеринбурге проходит фестиваль цифрового искусства «Пикселсфест». Шоу интерактивных инсталляций увидела Татьяна Козлова. На один час целое здание превратилось в гигантский экран. На медиафасаде Ельцин-центра художники со всего мира показывают своё видение взаимоотношений человека и машины при помощи света, графики и музыки. Замечательно, очень хорошее представление, так скажем. Подобного не видели, очень здорово, что работы учитывают медиафасад весь. Представление показывают в рамках международного фестиваля конкурса цифрового видеоарта «Пиксельфест», который в Екатеринбурге проходит впервые. На нём представлены ролики, анимационные фильмы, сделанные при помощи компьютерных технологий. На медиафасаде покажут 15 работ, а стать с автором одной из инсталляций сможет любой желающий. Для этого достаточно отправить бесплатный СМС на специальный номер, и сообщение появится на экране. Помимо конкурсной программы, посетители фестиваля ждут виртуальной экскурсии. Надев специальные очки, желающие могут погулять по вымышленным мирам или оказаться на улицах реальных городов. Их облик формируется из постов в социальных сетях. Мой проект называется «10 тысяч меняющихся городов». Одинаковых, но разных. Подключаясь к постам людей того или иного города, ты получаешь его некий голос. В социальных сетях мир сжимается, а города становятся похожими друг на друга. И в своём проекте я отражаю эту мысль. Участников фестиваля также ждут образовательные программы и дискуссии. Прикоснуться к виртуальному миру можно будет до 15 марта. Татьяна Козлова, Александр Жанников, Урал. Феерия балета, мультмарафон и триумф джаза. Всё это уже сегодня. Международный фестиваль балета «Мариинский» открывается в Петербурге. В программе первого вечера постановки Алексея Ратманского. Среди солистов Диана Вишнёва. В афише, помимо танцевальных премьер, творческие вечера звёзд сцены, мастерская молодых хореографов и гала-концерт. В Суздалин начинает работу открытый российский фестиваль анимационного кино. В конкурсе 89 авторских лент. Одно из ключевых событий деловой программы Суздальфеста – питчинг анимационных проектов. Его победители смогут реализовать свои замыслы на киностудии «Союзмультфильм». Фестиваль «Триумф джаза» отмечает 20-летие. Концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Среди участников – звёзды мировой величины и юные исполнители. Открывает музыкальный марафон основатель смотра Игорь Бутман и московский джазовый оркестр. Далее смотрите программу «Наблюдатель». Сегодня встреча посвящена трём театральным премьерам о конфликте отцов и детей. В гостях у Андрея Максимова художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин, режиссёр Анатолий Шуйев и Марина Брусникина, художественный руководитель театра «Практика». Наш выпуск на этом завершён. Всего доброго и до встречи.